В Екатеринбурге, в Ленинском федеральном районном суде, в закрытом для прессы режиме, по причине того, что один потерпевший это двухлетний малыш, стартовал долгожданный и общественно-резонансный уголовный процесс над 51-летним тротуарным гонщиком Владимиром Пузыревым, который 14 ноября прошлого года утром на своем бездорожнике Honda CR-V и улице Фурманово выскочил на тротуар и под сотку километров в час проехал по нему более 200 метров, пока не уткнулся носом болида в столб на перекрестке с 8 марта. По пути Пузырев замолотил трех пешеходов, менеджера по продажам Андрея Медведева, молодую маму Екатерину Норицыну и ее двухлетнего сынульку-роднульку, ехавшего на велосипедике. По счастью, непостижимым чудесным образом все трое после такого удара судьбы выжили, но, конечно, сильно поломались. Андрей Медведев, которого Honda фактически размазала о крыльцо, спустя 9 месяцев сумел своим ходом с тросточкой прийти на первое судебное заседание. В момент аварии шел, не успел повернуться, лежу, смотрю в небо, дальше там скорая приехала, там еще скорая как-то, еще сознание было, потом вырубился. Ну, сказал там, чтобы супруги позвонили, как-то номер еще помнил наизусть, там сказал им, там все, они позвонили. Ну, там потеря крови, сколько, 3 литра, 3 литра больше, ну вот, видимо, от этого. Перед ударом что-то слышали? Может быть, как уже вылетают на обочине? Нет, от этого я не слышал, потому что, если бы, ну, слышал бы там, я бы, может быть, успел бы как-то куда-то отскочить, отпрыгнуть, не знаю, а тут машинально или как-то повернулся. Просто ей уже некуда было деваться. Состояние, так сказать, не как раньше было. То есть, как видите, хожу с палочкой, вот, ноги болят, руки болят. Поэтому, как-то все, ну, зарастает, но очень медленно. Скажите, а у вас переломы по всему телу были или рогатые? Ну, только правая рука не пострадала, ребра, правая нога, левая нога. Левая рука, получается. И снизу. Практически вся нога была расслаблена, если так сказать. Да, да. И здесь, получается, здесь, поиск, палокерцовая. Здесь, получается, так, рука, так, лопатка, два ребра. Сколько операций у вас сделала? Семь, по-моему. Шесть, получается, мне, ну, как бы, 24-й больницу. Потом у меня, ну, последствия пошли, загноение пошло. Я вот, получается, в апреле месяце, в 23-м, мне операцию делали, четыре, вытаскивали. Потерпевших Норицыных в судебном процессе представлял адвокат Антон Штоль. По его словам, Екатерина и ее сынулька постепенно восстанавливаются, собираются даже поехать в отпуск и жаждут крови. Ну, в смысле, посадки для Пузырева хотят максимальной. Безусловно, мы настаиваем на лишении свободы. Максимально грозит, насколько я понимаю, по совокупности, там, до 17 лет. Соответственно, конечно, мы будем настаивать на реальном сроке, как можно больше. Да, хочу, чтобы товарища наказали по всей строгости. Вот, потому что, ну, не только я один пострадал, правильно же, ребенок, девушка, поэтому... Напомню, что тротуарный гонщик Пузырев обвиняется по трем статьям УК. 111-й – тяжкие телесные повреждения, а они именно тяжкие, это констатировали врачи. 213-й – хулиганство и два эпизода по 327-й УК – использование фальшивых документов, а именно прав, которых он был лишен по причине болезни, несовместимой с вождением машины. Но он обманом их снова получил. Кроме того, по данным следствия, в октябре 2018 года подсудимый использовал заведомо подложное медицинское заключение о том, что он якобы может управлять транспортным средством для получения водительского удостоверения в органах ГИБДД. Второй эпизод использования подложного документа заключается в том, что полученное удостоверение обвиняемый предъявил сотрудникам ГИБДД после произошедшего дороже транспортного происшествия. 213-е хулиганство, потому что действительно действия были совершены в ущерб обществу. Он, выезжая на тротуар, где всеми законодательными актами запрещено движение, выражал явное неуважение к обществу. А его автомобиль, на котором он ехал, был использован в качестве предмета, в качестве оружия. Выяснилось, что за прошедшие с момента тротуарного ужаса 9 месяцев жена гонщика Пузырева добровольно выплатила Андрею Медведеву и семье Нарицыных по 50 тысяч рублей. Ну, типа на лечение и реабилитацию. Но этого капец как мало. Не знаю, у меня 1200, наверное, ушло только на перевозку. Вы гражданский иск уже направили? Какую сумму компенсации затрепывали с Пузырева? Ну, как вы оцениваете свои страдания? Это, знаете, неоценимо, я бы сказал. То есть тут требуй, не требуй, сколько заплатят, ну, столько и будет, значит. С какой суммой вы отвечаете? Там, по-моему, около 3 миллионов. Ну, было переведено 50 тысяч рублей, это не секретно. Нет, а сейчас Нарицын планирует наставить? А, гражданский иск подан. Сумму его я пока что озвучивать не буду. Ну, чуть позже комментарий именно по гражданскому иску я озвучу. Вот его супруга моей звонила, говорила, что вот мы там ничем не можем помочь, у нас денег нету, там только картошка и морковка, там все. Первое заседание по существу дела завершилось с тем, что к существу так и не перешли. Судья Александр Тараненко только успел продлить подсудимому срок содержания в СИЗО до Нового года. Хотя с этим были не согласны адвокаты Пузырева. Сегодня решался вопрос о продлении ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражу. Ну, ваша позиция, вы на чем наставите? Позиция защиты, что оснований для удовлетворения ходатайства государственного обвинения о продлении не имеется. Почему? Можно я не буду рассказывать то, что я все говорил в процессе. Ну, хотя бы кратко, 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 я вас попрошу просто дать нам возможность с коллегой обсудить дальнейшую работу по уголовному делу. Напомню, что в июле Ленинский суд неожиданно отпустил Пузырева из Екатеринбургского централа домой под ограничение некоторых действий. Но буквально через неделю областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и закатал гонщика-терминатора обратно за решетку, где он пребывает и по всю пору. Журналистов, которые в немалом количестве съехались на судебный процесс, конечно, интересовало главное. Что же побудило Пузырева выехать на тротуар и погнать по нему? Приступ болезни, человека и ненавистничество или что-то другое? Но на этот основополагающий вопрос не смог ответить ни сам Пузырев, ни адвокаты. Совершенно очевидно, что в судебном процессе ответ на него должен быть получен. Ближайшее заседание назначено на 15 августа.